Самые кемлевые и разумные в Беларуси завершился заключенный этап Республиканской Олимпиады по 19 в учебных предметах. Учера отбылся теоретичный тур, сегодня практичный. Складанная эпидемиологичная ситуация унесла серьезные коррективы в их организацию. Треба было продугледить все до дробязев. Как справился с интеллектуальными и санитарными задачами Гомельский областный институт развития адукации, доведилась Марина Джалая. Все лето коррективы были внесены не только для отделников, но и для журналистов. По рекомендации Министерства Адукации, с дымки аудиторах заборонили. Все, что отрималось, это снятие, последние моменты приготовления для интеллектуального споборничества. А началось оно с вымирением температуры отделников и наставников. 36, 36, 3, 36, 5. Бесконтактный термометр, даже так же, как и на выходе в Институт развития адукации, дает мягчимость провести медогляд максимально худко. И это не все, что сделано для безопасности отделников Олимпиады. К Олимпиаде допущены только учащиеся 11 классов и только имеющее медицинское заключение об отсутствии заболеваний. Далее, к участию в турах не допускается ни один учащийся, ни прошедший утренний фильтр, то есть термометрия, визуальный контроль медицинского работника. Тщательнейшей обработки подвергаются все учебные аудитории и помещения, в которых проживают участники Олимпиад и сопровождающих их лицами. Также уникальность этой Олимпиады в том, что каждый учащийся проживает в отдельной комнате. Таким образом, я могу смело заявить, что участники нашей Олимпиады здесь, в стенах нашего института, находятся в более безопасных условиях, чем они находились в своих учреждениях образования, в своих домах. Сегодня у Гомеля прошла Олимпиада по физике и астрономии, у Мазыры по пяти замежных мовах. Остальные дисциплины размирковали по других регионах страны. Удельничали, до речи, снова уже за пандемией только 11-классники, для которых перемога – шанс облегчить в себе выпускные и уступные экзамены. Рыхтоваться многим пришлось дома, дистанционно. В классе 9-10 преподаватели принимали активную участие, а в этом году я уже больше сам заинтересован, тоже сам пытаюсь искать, что-то делать. Для физика, например, до практичного тура подрихтовали интересные материалы. Трубочка, как для сока и пластилин. Все это для проведения эксперимента. Мы подготовили детям наборы, которые есть в каждой школе, в кабинете физики. Набор для проведения опытов по оптике, средства для мыльных пузырей и кусочек пластилина. Что-то, какую-то экспериментальную задачу при помощи всего этого дети должны будут сегодня решить. В уголе физика, наобука, яка не страчивая своей актуальности. Моцные физики, выпускники белорусских школ, поступают навод у США. Я умею зажечь, я сам всегда стремлюсь к каким-то самым большим вершинам. И детей тоже приучают к мысли, что можно быть лучшими. У меня есть уже четыре человека, которые ездили на международные олимпиады и привозили оттуда медали. Один из них сейчас учится в Принстонском университете в штате Нью-Джерси. То есть пригласили его туда учиться после Московского физико-технического института. И остальные международники тоже сейчас учатся в Москве, имеют большие перспективы. Один из них собирается ехать учиться ЭКОЛЬ. Это инженерная школа в Париже, лучшая во Франции. Поэтому, когда я дарю детям мечту, интерес к физике пропасть просто не может. Например, как бы не возникало спредших, что у выполненной олимпиадной работы не было, например, КОСКИ, а после раптом заявился, все задания сканируются и досылаются у Республиканский институт к контролю ведов. В этом году, как и на третьем этапе, так и на четвертом заключительном этапе, то есть после проведения каждого этапа все работы шифруются, а затем сканируются и заоружаются в облачное хранилище в РИКС. После того, как они отсканировались, то есть уполномоченными лицами проходит процесс передачи на бумажном носителе бланков ответа учащихся председателю жюри. Выники заключного этапа Республиканской Олимпиады станут вядомые завтра. Самых разумных и эрудированных выберут с 31-го знавца физики и 27-ми астрономии.